всем привет на моем канале зрителям огромный привет сегодняшнее видео будет посвящено птицам а именно канарейкам попугаем и всяким разным птицам которые живут в дикой природе и которых можно поймать и приручить скрестить с канарейкой в общем дело в том что многие спрашивают как кормить как поить как разводить но никто не спросил с чего начинать то вообще надо сегодня я вам покажу расскажу с чего можно начинать мы с вами вместе подумаем проанализируем сделаем выводы и придем к общему знаменателю и каждый для себя подберет что ему удобно и так отправляемся мы сейчас к попугаем к птицам покажу эти все препараты но собственно сейчас все увидите сами а это вот я установил ловушку немножко за как сказать правильно замаскировал ее таким нужным цветом но тут пока сегодня не синица не воробья никого тут я ее оставляю в деревьях все пускай работает а мы чуть позже потом посмотрю речь пойдет о глистах о гельмитах мы тащим птицу домой садим ее в клетку а глисты то никто не отменял а глисты в принципе есть у каждой третьей птицы вот неразвучники внимательно слушают вот мои красавцы итак друзья в общем будем называть вещи своими именами глисты у птиц бывают сплошь и рядом перед нами представлены препараты от глистов всем известный и вермек значит смотрите и вермектин это действующее вещество так надо чтоб еще реклама это в общем не реклама это мы с вами тут разбираемся так и вермек поняли бывает и вермектин отодектин там разные много но действующее вещество и вермек это одна группа будет и другая группа будет альбазен вот пожалуйста альбазен значит смотрите итак есть по природному можно настоять воду на чесноке дать все это дело пропоить птицу гоняет глисты также можно тыквенные семечки приучить птичка кушает тыквенные семечки тем самым делает профилактику листов также можно присыпать допустим мягкий корм можно присыпать куркумой куркума тоже обладает противо глистогонными средствами так значит по порядку по порядку все время я раньше пользовался бы альбазеном пропаивал допустим раз в год да я пропавил раз в год то есть вот перед началом сезона поем два дня через 7-10 дней повторяем снова два дня там по инструкции ребят могу сейчас чуть-чуть оговориться но все делаем сугубо по инструкции альбазен бодяжем по инструкции ну так на скидку вот мне даже видите продавец написал один кубик на 1 литр два дня по им а вот и вермек если у вас мелкие птицы это канарейки попугаи разные там неразлучники волнистые карелы разы у кого что кстати здесь живет вон карелка общипанный год уже живет ничего не восстанавливается сейчас разгадал его загадку значит так и вермек мы бодяжем смотрите альбазен берем обычный шприц вот обычный шприц набираем куб водку вы набрали куб этой жидкость но перед употреблением обязательно взбалтывать это обязательно набрали воду выдавили там такая как ряженка будет я вот буквально 28 я вот записал 28 альбазен и 29 альбазен я дал это дело декабря 29 28 а у меня недавно канарейка снесла яйцо я не знаю оплотом не оплот так надо чтобы не сбиться с темы короче альбазен я пользовался им довольно таки долгое время ну нареканий замечаний никаких в принципе по альбазену и по бочке меньше и печенка напрягается меньше тяжесть так это мы прошли до пол кубик на литр два дня поем 10 дней 7 дней повторяем это повторяем для чего чтобы яйца яйцеглист который вылупляется из яйца и снова начинает жить мы его добиваем вторым курсом пропойки что касается и вермека и вермиктина вермир и верминца на еще есть от адектин там разные названия но действующее вещество эвермектин он используется хорошо используется вот обратите тут даже картинки есть хрюшки тут есть коровы как они барашки кошки фокуса нету но попугая тут нету друзья давайте а вот по поводу попугая и и вермектина я общенную скажу ну не знаю может это мое мнение вы можете его оспорить можете поддержать друзья у попугая клюв сделан таким образом что он всех своих пухоедов пироедов щелкает клювом в идеале вы где-нибудь видели здорового попугая у которого бегают пироеды пухоеды в основном если попугай заболел то его поражают различные паразиты но наша задача как добросовестных разводчиков не допустить чтобы наш попугай заболел вот здоровье нашим попугаям и так что касается эвермектина он в основном идет клещи пухопироеды вот видите написано вот это вот читайте от чего он идет пользуйтесь по инструкции что я хочу сказать как ко мне попал хозяйство этот эвермиктина я начал с ним работать уже наверное года два-три знакомые рекомендовали вот классно там капаешь туда-сюда и все хорошо но оказывается я вот там читал там узнавал думал ходил размышлял в принципе этот препарат по глистам по кишечнику особо не работает он очень хорошо работает по всяким едам пухоедам пироедам вот это он но и также по печени он нагружает печень то есть ребят хотите давайте хотите не давайте дело ваше посоветуйтесь с орнитологами компетентными не которые разводят бролеров допустим больших количествах это не компетентные в нашей ситуации нам нужны те специалисты которые занимаются поведением стайных птиц допустим там сорок грачей скворцов ласточек вот с ними можете пообщаться но не с куроводами так значит я вот этот препарат не рекомендую использовать от глистов от глистов лучше альбазен лучше чесночная вода если кому-то интересно можно развить эту тему специально сделать видео по поводу чесночной воды в общем чесночная вода это настой чеснока просто мнете головку на литр настаивайте пару дней вперед так потом тыквенные семечки можно давать разрывы прекрасно едят кстати тыквенные семечки и от этого делают сами себе профилактику так вот этот препарат ко мне попал таким образом он хорошо работает на гамозово клеща а гамозов клещ он попадал он водится у кеннеров в гортани кеннер не может петь как понять если у кеннера гамозов клещ или нет очень просто ваш кеннер перестает петь время от времени открывает рот языком пытается как будто что-то вот к небу прилипло ну такое впечатление он пытается что-то языком там поправить вот это ощущает а вот поведение птицы канарейки у которой есть клещ гамозов именно гамозов клещ и тогда мы берем и пользуемся вермеком а пока у нас канареек допустим если у них все хорошо да попоите вы их один раз два раза а потом повторить альбазином и будет вам счастье друзья ну по крайней мере я так делаю а вы если что-то если я не прав конечно же пишите пишите комментарии обсудим друзья так по поводу разводить если вы в квартире живете держите одну птичку и вам я рекомендую вам пропаить если вы никогда не пропаивали альбазином глисты погоняйте потому что многие ведущие специалисты именно птичьи доктора они советуют даже тех кто держит одного волнистого попугайчика дома в клеточке тоже поить его хотя бы раз в полгода от глистов есть теории самозаражения попугаев одиночных глистами там глистов уже много разных и вот имейте ввиду кстати смотрите вот этот попугай он я думал сперва он от пироеда пострадал я его притащил с выставки наверно еще год назад у меня дали его как бы на сдачу я взял согласился думал да я сейчас его вылечу оказывается у него не паразиты не знаю хорошо видно в общем все перо у него папа он грызет сам себе перо вот куда даже куда до коснется достанет там и грызет он сидел в стае с молодыми карелами смотрю что-то какие-то начали взъерошенные хвосты у молодых карел оказалось он жует он просто жует перья а так то можно подумать ой пухает подбил там пироед побил надо бы его и вермеком а мы ему раз вот так вот и вермек а он видите отворачивается ну птица шнедура она не будет все подряд есть даже вот она он отворачивается видите вот так что вермек друзья убираем лучше морковочку смотрите видите не отворачивается ну и стесняется вот видите вот так а ты вермек ошарахнулся сразу ну вроде я вам все рассказал все показал все понятно инсулиновый шприц друзья берем инсулиновый шприц блин опять я сбился извините пожалуйста все хочется рассказать а за пару минут невозможно значит инсулиновый шприц содержит в себе куб один куб или альбазен бодяжится один куб на литр у вас один попугай вы берите там 50 это будет пол куба на пол литра сделайте и будет хорошо нет у вас такого возьмите обычный шприц сделайте литр налейте в поилку а остальное вылейте значит так по поводу того когда после того как вы на бодяжили раствор вот у вас получилась полная банка противогельмитного средства вы наливаете в поилку и он там допускается стоять весь день там с утра до вечера в принципе это не запрещено допустим если витамины надо менять там пару часов антибиотики там надо по инструкции то этот препарат можно находиться в поилке целый день а ли излишки вы выливаете и каждый день вы наводите новый новый раствор да вот кстати эвермексан вот этот эвермек там как еще можно назвать действующее вещество вермектин можно брать опять таки инсулиновым шприцом вы достаете с пузырька и капаете на холку кеннеру одну каплю я делал все благополучно кеннер не помер все у него было хорошо но было конечно такое что давишь шприц он не давится а потом как-то рука соскальзывает и получается две три капли было у меня и три капли ну ничего никто не помер так что друзья не бойтесь все будет хорошо так еще вот я использую такого плана я тазари заряжена здесь зеленка набодяжил лежит у меня на старте если где-то запела карела сейчас покажу минутку вот у меня допустим есть карелы молодежь а кто самец ксусамка я не знаю как они запили раз шприцом быстренько красочка зелененькой и все потом отсаживаю это так за между прочим вам для общего развития а еще важно чуть не упустил сказать после того после того как вы пропаиваете против глистов своих подопечных вы обязательно пропаите их витаминами витамины подберите на ваше усмотрение но я бы вам рекомендовал обратить внимание на витамины группы b там ближайшие аптеки там вам подскажут и еще кстати говоря плюсы альбазена я еще это изучаю я попозже видео сниму покажу но сто процентов знаю за и вермек то что после того как вы пропаиваете и вермеком и вермектином и верминца нам птицу она у вас попуга и канарейка там что угодно они у вас стерильные в течение месяца оплодотворять яйца не могут вот он так действует сильно а вот альбазен я не приходилось у меня такая ситуацию не совпадало так а сейчас у нас тепло очень и надо как бы все в ускоренном виде делать и все пропойки у меня сдвинулись наперед то есть вот год начался я решил всех своих пропоить и думаю вам показать друзья тоже пропоите птичек от глистов хуже не будет если грамотно будет и поить и еще в советую поить по инструкции любой препарат делайте сугубо по инструкции они так что там одна бабушка сказала или вот увидели у меня на канале что вот я вот таким образом предлагаю с коробочки а он убегает так не надо делать по инструкции друзья так мы вроде все сказал витаминами закрепляем а и вот сейчас кстати я поил альбазеном 29 28 декабря а там канарейка снесла яйца уже у нее два яйца сниму позже видео там такая была есть вернее у меня одна шкодная канарейка она не кормит детей но сейчас у нее снова дети то есть снова яйца все мои неразвучники вам передают привет смотрите какие красавцы они 28 декабря двадцатого года попили альбазен теперь они еще лучше стали чем были вот так вот друзья подписывайтесь на канал не стесняйтесь советуйте мой канал друзьям знакомым подругам друзь этим детям все подписывайтесь вместе будем рассуждать думать анализировать до скорой встречи а